Здравствуйте! Это новости в студии Евгений Нифанов. Сегодня в Омске. Взгляды на проезд. На маршрутке будет выгоднее ездить. У меня льготный проезд. Сколько будем платить в маршрутках? Эмоции чемпиона. Кубок сцена, но тоже неплохо. Кому Калинин показал кубок? Юбилей колледжа. Какой специальности учите? Заслуженные учителя России. В нашем коллективе работают три члена Союза художников России. Почему праздники для них будни? Незапланированный прилет. Не ломайте белых людей. Что изменится в Старозагородной роще? Несколько часов назад региональная энергетическая комиссия вынесла решение по поводу стоимости проезда в маршрутных такси. Я сохраняю интригу и передаю слово Денису Ионосу. Молниеносно. Именно так можно характеризовать заседание, на котором рассматривался вопрос по поводу повышения стоимости проезда в маршрутных такси. Представители перевозчиков сами отозвали заявление, в котором предлагали установить стоимость проезда в 25 рублей. Сейчас на это нет оснований. Поэтому как платили 18 рублей в маршрутках, так и платим. По крайней мере до сентября, когда этот вопрос будет рассматриваться вновь. Поэтому сейчас все внимание будет приковано к общественному транспорту. Вот уже 8 дней стоимость проезда там та же, что и в маршрутках. Из-за этого очень обеспокоен мэр Омска. Он уверен, в такой ситуации муниципальный транспорт начнет угасать. Поток будет падать в муниципальном транспорте. И муниципальный транспорт будет утрачивать свое значение. Если только он упадет ниже уровня 35-40% общего пассажиропотока, на улице все сахаловалось. Мэр поясняет, перевозчики будут сражаться за пассажира, устраивая небезопасные маневры. А эксперты считают, что в этом случае на линию в часы пик в погоне за прибылью будут выходить и неисправные маршрутки. На дороге действительно уже возвращаются изношенные газели, поскольку перевозки нерентабельны. По слухам, некоторые предприниматели уже сняли новые Форды и Пежос маршрутов, отдав их в аренду в города западной части страны, где стоимость проезда заметно выше. Однако оставшимся на рынке перевозок ситуация выгодна. На телекамеру, конечно, радоваться сегодняшнему событию водители маршруток не стали. Но в личной беседе пояснили, равная стоимость им выгодна. Ждут оттока пассажиров с общественного транспорта. Впрочем, добавляют, не прочь поднять планку до 20 рублей. Ниж тем, кондуктор автобуса Надежда Кусман разницы в сложившейся ситуации не увидела. Никак не у меня учился. Вообще народу много. Вот сейчас, видимо, студенты приезжают поступать, и вообще хорошо народу. Не жалуются. Складывается впечатление, что бегать с автобуса в маршрутку и обратно из-за одинаковой стоимости проезда люди и не будут. Многие уже давно сделали выбор. Утром на маршрутке, потому что быстрее, а после учебы на автобусе можно. Почему? Ну, потому что ты уже не торопишься никуда и можешь медленно ехать. А вот то, что сейчас 18 рублей там и там, это никак не влияет? Наверное, все-таки влияет, что на маршрутке будет выгоднее ездить, потому что транспорт быстрее передвигается. На автобусе. Почему? Ну, у меня льготный проезд, потому что я имею в виду. На газельке как-то привычнее. А то, что 18 рублей там и там, никак не влияет? Да. Газельки быстрее ходят, ну, то есть чаще, чем автобусы. Очевидно, пассажиропоток станет понятным только в сентябре, когда закончатся отпуска и активный дачный сезон. А там и стоимость проезда в маршрутках может все-таки вырасти. За играми перевозчиков наблюдали и предпочтения пассажиров выясняли Денис Ионос и Сергей Гаврилов. Антенна 7. Три уголовных дела завели против чиновников Министерства образования области. Такую информацию обнародовал Росфиннадзор. Должностных лиц подозревают в мошенничестве более чем на 9 миллионов рублей. Как выявила проверка, деньги, выделяемые из федерального бюджета на школы, чиновники оставляли себе. В итоге в ряде учебных учреждений не сделан ремонт, а в другие не поступило необходимое оборудование. Фамилии подозреваемых пока не называются. Проверки Министерства образования продолжаются. В 2013 году было возбуждено 580 уголовных дел о коррупционных преступлениях. В настоящий момент за истекший период возбуждено 169 уголовных дел. В текущем году в структуре коррупционной преступности произошли незначительные изменения. Стали больше выявляться преступления, связанные с мошенничеством, с использованием должностного положения. Другие криминальные новости расскажут корреспонденты программы «Жесть». Криминальная хроника выходит ежедневно по будням в 18 часов 50 минут и в 19 часов 50 минут. Сегодня в День святых Петра и Февронии в Омске вручили губернаторские премии «Семья года» и общественные награды за любовь и верность. Торжественная церемония прошла на сцене Пятого театра. На соискание премии в пяти номинациях претендовали 104 семьи. Лучшими выбрали пять семей. Они получили награду из рук Виктора Назарова. После сегодняшней церемонии обладателями титула «Семья года» в Омской области стали уже 39 семей. Губернатор пожелал всем любви, верности и семейного благополучия. Я хотел бы поздравить и вас, дорогие амичи, и всех амичей нашего, всех земляков нашего Омского региона с этим святым, хорошим, теплым, естественным праздником. Пожелать вам всем добра, мира, счастья, чтобы у вас всем было все хорошо. Для семьи Сычиковых победившие в номинации «Приемная семья» церемония награждения и аплодисменты зрительного зала продолжались дольше всего. В этой семье воспитывается 14 детей, из них 12 приемные. Четыре сыночка и лапочка-дочка – не предел. В семье мечей Балантаевых шесть сыновей и две дочери. О том, как живет эта большая дружная семья, узнала Анна Долгополова. Сергей и Татьяна Балантаевы вырастили восьмерых детей, старшему из которых 32 года, а младшему 14 лет. Татьяна Балантаева в 2003 году была удостоена Ордена «Материнская слава», а в прошлом году новая награда – Орден «Родительская слава». Он дается не только за факт рождения четырех и более детей, но и за их достойное воспитание. Довольно трудно быть сегодняшним мамой восьмерых детей воспитывать. Ну, наверное, любить надо, разговаривать с ними, объяснять. Очень тяжело было. Ну, сейчас, конечно, уже все выросли, это уже как-то… А когда маленькие были, я даже сейчас иногда задумываю, как-то я так успевала все. Балантаевы не привыкли сидеть на месте. Хореографические кружки, спортивные секции, музыкальная школа. Свой творческий потенциал они реализуют, участвуя в фестивалях, конкурсах, а также помогают родителям в воспитании братьев и сестер. Все дети Балантаевых окончили музыкальную школу, а в обычной школе учились только на четверке и пятерке. Старшие без проблем поступили на бюджетное отделение лучших омских университетов, нашли хорошую работу. Рассчитываешь только на себя, никакой помощи стараешься не ждать. Понимаешь, что родителям нужно еще растить и младших братьев. И стараешься не зависеть от родителей. Можно скорее, чтобы меньше их напрягать. Сейчас Татьяне Александровне уже не верится, как и и раньше удавалось все успевать. Впрочем, старшие дети, как только чуть-чуть подросли, тут же включились в педагогический процесс в роли воспитателей. Елена Балантаева – супруга четвертого сына дружного семейства. Ее с радостью приняли в семью. Так как я вообще один ребенок в семье, для меня это было шумно. Я пришла за только людей. Но приняли меня очень радушно. И практически все мы одного возраста, его сестры, то есть мы нашли общий язык. Семья – это самое главное, что есть у человека. А когда семья большая, то все в ней дружные, любимые и счастливые. Анна Долгополова, Сергей Гаврилов, Антенна-7. Белые лебеди украсили сегодня сквер в старозагородной роще. В день любви, семьи и верности пернатые стали своего рода визитной карточкой уютного места. И неспроста сюда часто приезжают молодожены. Здесь часто любят гулять семьи с детьми. Лебеди наверняка придут совсем по нраву. Одними из первых оценить новых жителей парка смогли Марина Бугрова и Александр Филиппов. Бережно, объезжая каждую кочку на дороге, их доставили сегодня прямо к воде. Пусть пока не настоящие птицы, всего лишь железобетонная композиция. Эти лебеди наверняка станут предвестниками возрождения сквера на старозагородной. Идея создать лебединую семью витала в воздухе долгое время. Это детские воспоминания нынешнего взрослого поколения. Лет 25-30 назад омичи приходили в сквер, чтобы покормить белых птиц. Здесь, на международном озере, жили лебеди, они туда спускались, и здесь они плавали. Это просто до сих пор мне в глазах стоит эта картина. Вообще у нас идея здесь огромная, вот и привести все в порядок. Сделать хороший мостик, привести в порядок памятник, благоустроить все. Полгода композицию создавали отнюдь неименитые скульпторы. Администрация и предприниматели округа долго спорили, как должны выглядеть птицы. В итоге, конечный проект. Лебединое семейство взмывает ввысь над волной. Подросшего птенца прикрывают крыльями мать и отец. Работу доверили выполнить обычным мастерам. Это место, ну пусть оно будет, я может быть громко скажу, местом паломничества семей. Пусть приходят люди здесь, отдыхают, потому что это место само по себе красивое. Свой окончательный вид лебеди обретут спустя небольшое время. Художники придадут композиции цвет. И все. Потом только любоваться птицами, фотографироваться на их фоне, а еще беречь. Скульптура, несмотря на то, что сделана из железа и бетона, все же очень хрупкая. И создатели композиции не предусмотрели никакой специальной антивандальной защиты. Они решили просто обратиться к жителям. Не ломайте белых лебедей. Марина Бугрова, Александр Филиппов, Антенна 7. В концертном зале Омской филармонии состоялось посвящение в «Нефтяники». Около 200 молодых специалистов из разных подразделений «Газпромнефти» стали членами большой команды одной из крупнейших российских компаний. Впереди у них новый этап жизни и новые открытия. Очень дружный коллектив, очень грамотные специалисты, хорошие наставники, хорошие учителя. И, в принципе, если возникают какие-то проблемы по работе, потому что работа конструктора, она непростая довольно-таки. И всегда помогут, всегда подскажут. Ну и даже какие-то личные вопросы, если что-то нужно, всегда очень теплый, дружный коллектив. Есть ли ощущение, что повезло, что попал в такую хорошую компанию? Ну, конечно, очень большой шанс, очень большая удача оказаться. И очень рад именно попасть в «Газпромнефть». А что касается ответственности, тоже есть, да, и не тяготит. Да, ответственность здесь, конечно, возложена большая. То есть, все-таки крупная компания. Ну, да, стараюсь. Стараюсь не ударить грязь сердцем. Под заново с вечера прозвучали слова клятвы. Молодые сотрудники трижды поклялись чтить идеалы и соблюдать правила, благодаря которым «Газпромнефть» динамично развивается и входит в список лучших нефтяных компаний России. Наэль Бурбар, Александр Филиппов, «Антена-7». Лучших экспортеров Омской области сегодня наградили. Победителей конкурса, который проводился впервые, поздравил министр экономики Александр Третьяков. Три номинации – промышленность, торговля, инновации. Предприятия оценивали по объему продукции, темпам роста экспорта и количеству стран, в которые поставляются товары. В итоге лучших организаций у нас девять. У них наиболее высокие показатели. Но есть и проблемы, которые нужно решать на федеральном уровне. Производство достаточно уникальной медицинской техники, которая есть у нас в Омске, опять же, не буду называть это предприятие, но я думаю, что многие его знают, сталкивается с большими проблемами с Росздравнадзором федеральным. В связи с тем, что требования, которые там предъявляются, и сроки, которые при получении разрешительной документации на производство техники есть, они очень серьезно сдерживают развитие производства. Несмотря на то, что, безусловно, эта отрасль требует тщательного внимания со стороны органов контроля и надзора, но мы понимаем, что это очень часто приводит со стороны к злоупотреблению. Омскому музыкально-педагогическому колледжу 45 лет. Учебное учреждение с 2009 года в национальном реестре ведущих образовательных учреждений России. Музыкальное образование, изобразительное, актерское искусство, хореография, дизайн, реклама. В колледже работают известные преподаватели, а творческие студенты и выпускники уже превратили здание в настоящий музей. Вместо пар – танцевальный класс. Обычно пара для этого колледжа – тренировка. Виолетта Чупракова почти каждый день отбивает ритм. Девушка учится на специальности хореография, теперь на третьем курсе. У меня все тут очень нравится. Я люблю сюда ходить и всегда прихожу сюда в хорошем настроении. В соседнем классе ансамбль «Пересвет» репетирует номер, который стал лучшим на фестивале «Душа России» в прошлом году. Все танцоры – студенты колледжа. Вот вы троих разбежали, мама сюда пришла, все, и побежали. Все, да-да-да, с правой ноги пошли по кругу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Учащиеся актерского отделения сейчас репетируют постановку к первому сентября. Этим курсом руководит Лариса Яковлевна Мейерсон. Она выпускница режиссерского факультета театрального училища имени Щукина. В фойе учебного заведения в это время играет оркестр за инструментами студенты и преподаватели. Холл колледжа раскрашивают студентки. Какой специальности учитесь? Дизайн. Картина во всю стену в холле – дипломная работа этих студенток. Вместо компьютера их главные инструменты – кисти и краски. Идея всего диплома у нас совместная. Это стиль эклектика, потому что совмещены несколько стилей. Это и новые технологии, и барельеф, и декоративная штукатурка, и акриловая роспись. В музыкально-педагогическом колледже уже давно принимают только по-настоящему творческие дипломные работы. Поэтому здание уже давно стало практическим музеем. В кабинете истории одну из стен заняла картина с Александром Невским. В аудитории общих предметов – виды Омска, театры, музыкальный, драматический музей. На литературе – Достоевский. Музыкальный класс ученики тоже оформили сами. Расписали стены, потолок, повесили свои картины. Лестницы на третий этаж – одна в готическом стиле, другая изображает Венецию. Кабинет компьютерной графики теперь находится в трюме корабля. Здесь, кстати, есть бутылка с посланием будущим студентам. Откроют её через пару десятков лет. Напротив – коридор в космическом стиле. Здесь имитация летающей тарелки и марсиане. Всё это сделано руками студентов. Отсюда можно попасть в выставочный зал, где собраны работы учеников в керамике. В нашем коллективе сегодня работают очень известные в музыкальной среде города Омска профессионалы, победители всероссийских и даже международных конкурсов, заслуженные учителя России. В нашем коллективе работают три члена Союза художников России, четыре члена Союза дизайнеров России. Так колледж выглядит снаружи, а это уже его макет. Уменьшенная копия – тоже работа студентов. Сегодня она выставлена в концертном зале. Здесь праздник в честь юбилея колледжа. Нам очень важно, чтобы город сегодня знал о том, какой творческий потенциал у наших выпускников. И сегодня мы пригласили в зал не только выпускников, но и преподавателей колледжа, студентов колледжа, наших почётных гостей. Мы за время нашей учёбы там просто жили. С таким удовольствием видневали и ночевали. У нас был отличный коллектив, вспоминая с теплотой. Многие выпускники теперь преподаватели колледжа. Например, Дарья Шендерюк или Дарья Владимировна. Для меня это, когда училась, была моя семья. То есть на самом деле семья. Я жила там с утра до вечера и не хотелось уходить абсолютно. На сцене сегодня в основном только студенты и выпускники музыкально-педагогического колледжа. Зачем приглашать коллективы, когда это их специальность – устраивать праздник. Светлана Урванцева, Сергей Гаврилов, Александр Филиппов. Антенна 7. 9 июля в среду «Авангард» выходит из отпуска. В этот день, еще в пятницу 11-го, команда двумя группами пройдет медосмотр. А 12-го состоится первая тренировка. Пройдет она, кстати говоря, не на арене «Омск». Там льда пока просто нет, а на площадке детского хоккейного центра, что рядом с СКК имени Виктора Блинова. А сегодня в детском хоккейном центре побывал форвард Сергей Калинин. Но совсем не для того, чтобы оценить место будущих тренировок. Калинин привез в детскую юношескую школу «Авангарда», воспитанником которой является Кубок мира по хоккею – трофей, завоеванный им в составе сборной России на чемпионате в Минске в мае этого года. Андрей Блохин рассказывает. Восемь лет назад сюда, в детский хоккейный центр, уже привозили Кубок. Тогда Калинину было 15, он находился там и помнит, как все происходило. С детства воспоминания, да, и когда сюда привез Олег Тридовский Кубок, он стоял там между раздевалками. И ты это помнишь, да? Да, я помню, когда мы так же подходили маленькие, фотографировались с ним. Не знаю, я мечтал, чтобы сюда привезти Кубок. Ну, пусть пока не Кубок с целью, но тоже неплохо. Дети облепили сначала сам Кубок, а потом и того, кто его привез. Автографы, фотографии. Есть на кого равняться, есть планка, к которой надо тянуться молодежью. Каждому игроку команды чемпиона Кубок выдается на два дня. Сегодня вечером он побывает в семье Калинина, у мамы и бабушки. Завтра его выставят на всеобщее обозрение в торговом комплексе «Фестиваль». Все это время рядом с трофеем будет не только Калинин, но и крепкие парни в белых рубашках, хранители Кубка. Главное для них. Бережное отношение, самое главное, чтобы он никуда не пропал, никуда не исчез. Не пропадет и не исчезнет. А чемпион мира Сергей Калинин тем временем планирует покорение новых хоккейных высот. Еще попасть на чемпионат мира не раз, и дальше попасть в олимпийских статах. Но еще и клубные, которые мы еще не выигрывали. Кубка Гагарина, я думаю, что тоже, возможно, в этом сезоне у нас все получится. Посмотрим. Андрей Плохин, Сергей Гаврилов, Антенна-7. Позвоните в редакцию Антенны-7, если у вас есть новость или проблема. Работает автоответчик. До встречи. Экономический факультет Омского государственного университета имени Достоевского. Управление персоналом. Богатые традиции, современные методы обучения. Управление персоналом. Инновационная специальность в классическом университете. Телефон 59 32 89. Это сенсация! Летний переполох в каскаде. Скидки до 50% на всю летнюю коллекцию. До 8 августа. Совершайте покупки от 1000 рублей и сделайте свой дом уютным без затрат. Подробности в каскаде. Учащимся 8-11 классов. Летняя школа «Ноу-Поиск» открывает свой 37 сезон. С 17 июля по 3 августа. Для тебя и твоих друзей. Заинтересовался? Звони. 47 81 46. Современные модели слуховых аппаратов. В центре радуга звуков. Невидимые внутриушные. Для детей и взрослых. 46 85 16. eda. КОНЕЦ. КОНЕЦ. Редактор субтитров А.Семкин